самое простое что вы можете уже сейчас выполнить помните те колокольчики которые вешают на двери когда ты входишь в любой магазин то есть это такие трубочки которые прикреплены к пластинке и они висят на цепочках или на ниточках ну казалось бы развлекушка то есть она просто так висит на самом деле вот звук своих мер называется бал отсюда балла звон вот та штучка которая всегда над дверью висит на самом деле правильном в правильном исполнении называется пола звук то есть звук который создается нашей мерой он способен нас преображать изменять и возвращать нам здоровье посмотрите какая интересная штука я каждый раз вот просто не знаю мне же мозоль конечно на языке каждый раз прихожу и рассказываю о мерах вот просто вдоль и поперек у нас уже все эти темы по мерам были но я все равно повторюсь что у нас канонические меры присутствуют так скажем наши традиции они назывались рычаги то есть на ней ну почему так потому что ты воздействуешь на свои меры каким-то образом и ты получаешь отдачу то что физики и показывает рычаг так вот какие у нас есть меры это сажен то есть длина позвоночника с головой это косая сажен это длина позвоночника соответственно от ямки так где там где у нас голова крепится с шеи вот плащаницы прямо здесь и до конца нашего хвостика копчика дальше аршин плечо локоть и две кости ладонь палец дюйм и вершок то есть все эти меры можно отобразить метрически то есть вы берете швейный сантиметр измеряете себя берете эти металлические трубочки и делайте их по своим мерам то есть смотрите вот все вот эти прикольные штучки которые у нас сейчас ради развлечения они всегда для чего-то были то есть наша генетическая память проявилась таким образом что мы вот это создали а для чего мы это создали по какой причине ну просто чтобы она на дверью висела честно признаюсь когда я прохожу через такую штуку и раздается над головой громогласный звон но ощущение не самое приятное потому что это очень громко но наверное вы тоже понимаете да это то есть это не то применение которое должно быть у этой вещи то есть что-то должно быть другое но мы просто не понимаем на что мы смотрим что мы воспроизвели мы вообще не понимаем так вот 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 этот баллозвон мы можем собрать сами это очень легко даже не нужно нигде это приобретать то есть вы берете медные например трубочки или железные трубочки трубочки какой толщины сразу спросите вы но в идеале если это будет диаметр вашей радужки то есть вы берете линейку подходите к зеркалу ну желательно конечно сейчас возьму прозрачную такую линейку подходите ну чтобы глазик не напрягался смотрите прямо в зеркало измеряете свою радужку и диаметр трубочки как раз это ваша радужка либо другая какая-нибудь мерность вашем организме ну мало ли может быть диаметр вашего какого-нибудь пальчика пальчиков мы уже говорили что каждый палец несет свою энергетику и вот эти трубочки вы развешивать то есть можно точно также на какой-то пластинке чтобы они кругом висели можно просто как белый вот кстати белый да кто знает это такие пластиночки по которым тоже играют и создается музыка это все тоже было в нашей культуре но сейчас они эти милы но просто до фонаря что они есть что их нет ну какая-то музыкальность есть более или менее симпатичные досмотрите но по факту это не рабочий материал это просто приятная музыка то есть энергетически да как колокол может какое-то воздействие оказать потому что даже колокола которые сейчас есть они не совсем по правильным мерам сделано не делались там по определенным мерам которые значимы были во вселенной сейчас этих знаний в открытом доступе нет и вот когда мы берем наши баллы да то есть вот именно эти трубочки и развешиваем но можем услышать звучание своих мер то есть вот смотрите помните есть такое интересное замечание что единственное на что ты можешь смотреть всегда вечно это на свое отражение то есть получается даже с точки зрения физиогномики есть такое понятие как отторжение для того чтобы ну то есть если например мужчина женщина друг другу были не суждены они вдруг по какой-то причине решили создать семью то у наших предков была такая интересная традиция но просто рода не должны были садись что ну вот по какой-то неизвестной причине они друг другу не должны достаться и садили вот так вот рядышком и говорили смотрите друг на друга через один день через там неделю смотрения вот так друг на друга возникал рвотный рефлекс друг на друга и они расходились уже сами собой то есть представьте как все вот четко что ты можешь смотреть с любованием на другого человека потому что у вас совпадают меры у вас так или иначе идет резонанс друг с другом но то на что ты можешь бесконечно смотреть это на себя потом почему потому что ты есть твои меры которые на тебя влияют и в данном случае когда звучат ваши меры они начинают влиять оздоравливающим образом то есть для нас что такое оздоровление это ушла какая-то болезнь так далее нет это не совсем полная интерпретация в данном случае оздоровление это и метаморфозы и преображение потому что смотрите вот у нас сейчас воздуха плавания нет хотя вот если мы возьмем камушки старая смола смолу возьмем то пузыречки которые есть в смоле янтарь так называемый он показываешь там 9 атмосфер а сейчас посмотрите что у нас происходит с атмосферой и в целом мы до нам даже дышать уже нечем потому что леса повыкосили ну и собственно до свидания скоро нас планеты схлопнет потому что мы как паразиты здесь живем и вот получается что раньше мы были воздухоплавателем то есть наш позвоночник у не испытывал таких нагрузок каких он испытывает сейчас естественно просадка то есть наш позвоночник он постоянно в состоянии компрессии естественно когда мы поспим нам легче то есть у нас лет расслабление и или мы даже хотя бы просто полежим да то есть у нас горизонтальная плоскость растяжка все нам полегче то есть такого напряжения на позвоночник не было и даже самые крутые йоги отмечают что как бы ты там не тянулся если ты постоянно пятками стучишь идет компрессия позвоночника и не только позвоночник то есть идет все то есть это смещение органов это обветшает то есть у нас фасции начинают провисать органы начинают провисать потому что ты хоть какой образ жизни визи и веди но старение поскольку наша цивилизация считает что мы должны стареть а я так не считаю то есть если ты решил что ты будешь стареть так же как и все ты будешь стареть ты сказал что ты останешься в твоем возрасте ты в нем останешься и получается если такое решение примет вся цивилизация мы перестанем стареть ну в общем вот такая простая штука я думаю что это не так сложно просто самое главное принять всем решение и на энергетическом уровне перестать поддерживать старение и биологии подчинить подчиниться потому что в первую очередь это энергоинформационное сообщение со вселенной мы общаемся и нам идет резонанс так вот когда мы начинаем работать с нашими баллами то есть со звучащими мерами то есть вот эти трубочки по своим мерам мы размещаем и начинаем как дирижеры да вот создавать какую-то определенную мелодию то есть мы играем со своими мерами у нас идет метаморфозы и преображение что в этих словах заложено это значит что хорошо может не быть может заболеть все и вся в организме то есть у вас начинает подниматься например на свое место становится почка печени естественно когда они становятся на место высыпается песок начинает выходить старая жилочь организм начинает чиститься а тут и диареи по носу золотуха все вместе обязательно начнется работа то есть я работала до таким долго так такими моментами первые полгода работы со своими инструментами приводит к тому что не обязательно с баллозвоном это вообще всеми инструмент инструменты особенно струнные можно настроить таким образом чтобы они работали по твоим мерам звучание совпадало с созвучанием твоих мер и получается в этом случае что мы же хотим ой энергия пошла да где-то дня два-три идет энергия потом энергия накапливается и организм начинает оздоравливаться меняться преображаться стабилизироваться течение года у вас и будет эти правка то есть мы же чем хотим мы хотим чтобы у нас все было круто вот мы не хотим следствие того как мы жили как мы питались еще там что-то делали до ругались друг на друга метаморфозы плохом смысле призна и производили там например да благодаря мату в кавычках а теперь мы хотим чтобы у нас все было хорошо хорошо только тогда когда вы стабилизировались а до стабилизации идет правка организма вспоминайте что делает висцеральный мануальный терапевт они не спрашивают комфортно ли тебе девица хорошо ли тебе красный молодец они делают свою работу поставил на место позвонок хоть крякнул ты хоть чё там сделал а все равно позвонок поставить на место надо то есть получается набор потенциала все люди которые у которых открывается видение отмечали что до того как открывается какая-то способность да да будем так говорить сначала проходит правка судьбы правка организма то есть сначала организм меняется уходит все лишнее из жизни а потом только проявляется какой-то дар вот с балла звона будет вся та же самая песня казалось бы самая простая штучка которая вот она вот на поверхности но начинаешь работать идут эффект следующее ну я просто вот по таким простым вещам хочу пробежаться потому что я стала замечать что когда трудные какие-то вещи рассказываешь там с диаметре связаны с сантиметрами или миллиметрами синусами косинусы у людей начинает ехать крыши они ничего не понимают но очень хотят разобраться и потом они месяц слушают видео все в голове как-то так вроде укладывается они начинают практиковать идут эффекты и потом какое-то небольшое изменение они уже не знают что делать поэтому я поняла что нужно приходить какие-то просто невероятно тривиальными вещами которые работают безусловно будут работать всегда при любых раскладах для того чтобы у вас пришли эффекты